Радио Болткома. Утро на Болткоме. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. 1 февраля, понедельник, утро на Болткоме. Сейчас у нас на прямой связи посредством ЗУМа член Совета Латвийской торгово-промышленной палаты Герц Унгаренис. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну вот Министерство экономики готовит, я так понимаю, на завтрашнее заседание Кабинета Министов какие-то предложения по изменению в торговле, связанные с пандемией, и сам премьер-министр говорит о том, что надо сделать более осмысленными те ограничения, которые есть, но, видимо, о снятии ограничений пока речь не идет, учитывая заболеваемость, которая, к сожалению, пока не снижается. Вот как вам представляется, как вам кажется, нужно ли пересматривать эти ограничения? Неделю тому назад в интервью ТВ-24 вы так критически это оценили, вот те ограничения, которые были введены на запрет продажи тех или иных товаров, и даже сказали, что, ну, к сожалению, вот эти ограничения как раз даже способствуют заболеваемости. И действительно иногда, ну, тяжело объяснить с точки зрения здравого смысла логики, почему, зайдя в магазин, один товар ты можешь купить, уже там, находясь в магазине, а другой товар заклеен вот этой лентой, и ты его купить не можешь? Ну, да, к сожалению, логики мало. Понятно, что государство, в принципе, не было готово к второй волне, наверное, общество в целом не было готово. Как-то то, насколько легко прошла первая так называемая волна, ее практически не было здесь, в Латвии, потому что, ну, все переиспугались, как и везде в мире, и мы сидели по домам, реально не двигались, и, в принципе, ну, соответственно, заболеваемость была очень низкая. Потом летом как-то расслабились, и самое главное, начались ошибки, то есть абсолютно бесконтрольная ситуация насчет приезжающих из соседних, гораздо более высокой заболеваемости территорий, Россия, Украина, Белоруссия в первую очередь, но и целый ряд европейских стран. Дальше, с уже таким последующим распространением среди населения, но пока еще незаметным, да, открылись школы, в сентябре пошли учителя, основном, как говорится, почти половина из всех, которые попадали в больницу, были учителями. То есть реально это было в семьях, из семей приходило в школу, заболевали другие дети, передавали дальше, заболевали учителя, ну, и дальше это только был вопрос времени, пока это дойдет до, как говорится, более старых и уязвимых членов семей. И это произошло, к сожалению, да. Да, и так далее. А потом стали, кажется, было знаменитое, друзья, дела нехорошо, и, в принципе, ну, позакрывали большинство, в принципе, торговых магазинов. И если так понятно, что государство борется против столкновений людей, то есть чтобы люди не встречались, не ходили и так далее. Но проблема в том, что мы два месяца уже практически сидим в этом состоянии, и люди не могут приобретать и купить то, что просто необходимо для того, чтобы жить. И, в том числе, перетерпеть вот эту, как говорится, ситуацию. И, ну, логики, на мой взгляд, действительно в этом мало, потому что и решения в декабре были такие. Давайте людей не пускать в большие, относительно более безопасные магазины, где больше воздуха, больше места, меньше возможности, говорится, соприкасаться с другими людьми. И потому что сейчас уже более-менее выяснено, что распространение происходит не через поверхности, это, как говорится, маловероятно, а реально, как говорится, если мы дышим из рта в рот. Длительное время находимся в одном замкнутом пространстве, да. Да, долгое время в одном замкнутом пространстве. Большие магазины явно этому не соответствуют. Ну, приняли решение, ну, ладно, людям, по крайней мере, запретить покупать еду нельзя, это, понятно, путь к революции. И, соответственно, загнали людей из больших магазинов в маленькие, которые, в принципе, менее состояния обеспечить эпидемиологические вот эти все условия и тому подобное. Ну, сейчас уже давно ясно, что это перетерпелось, и надо как-то ситуацию решать. Но, к сожалению, на фоне вот этой, как говорится, эпидемиологической ситуации, которая вообще усугубляется в Латвии за счет долгосрочных проблем здравоохранения, да, еще наступает, наверное, борьба конкурентная, потому что в данный момент в Прибалтике образовалась олигополия двух больших магазинов, сетей, Риме и Максима, которая, в принципе, подавляющим образом контролирует продовольственный рынок, рынок, как говорится, продовольственных магазинов. И в Литве, в первую очередь, большая концентрация и в Латвии, а также в Эстонии, да. И, ну, они успешно лоббируют то, что, как говорится, давайте нам возможность продавать больше, и все, что у нас есть, а, соответственно, держите другие магазины закрыты, чтобы люди туда не ходили. Вариантов-то нет. Цены на продовольствие уже поднялись и так далее. Ну, мне кажется, что для нормального существования и чтобы пережить этот период, например, ну, людям нужно купить книги. Людям нужно обустраивать свои квартиры, что-то масса вещей, несмотря на то, что там мы дошли до абсурда, что нельзя купить, там, не знаю, сапоги резиновые, еще чего-то. Ребенок растет, ему нельзя купить ни одежду, ни обувь, но это же абсурд какой-то. Ну, полностью. То есть, понятно, что, как говорится, ситуация не та, которая должна быть. То есть, предложение предпринимателей, предложение, в принципе, камеры, это переложить. То есть, чтобы мы, не государство борется, уничтожает предпринимателя местного в основном, то есть, выдавая, как говорится, регуляции, которые сопутствуют большим международным игрокам, да, а перекладывает это на предпринимателей, чтобы предприниматели обеспечивали необходимые дистанции, необходимое число людей в магазине, контролировали, за это отвечали, знали, чтобы их контролировали и били рублем. То есть, если магазин нарушает что-то, то конкретный магазин там могут закрыть до срока, до недели и так далее, так далее, да. То есть, нормальные, реальные предложения. Потому что, вдобавок к тому, что нельзя купить, и это создает реальные проблемы для многих людей, это нас ведет обратно в наше имперское прошлое, да, потому что, как мы знаем, в России всегда строгость законов равновешивалась их невыполнением. К сожалению, вот эта ситуация, что приводит опять к такому нигилизму, праволому, да, что люди нарушают, находят всякие решения, потому что, чтобы просто выживать. Ну, мы же не так далеко ушли от 90-х, и понятно, что вода в гору не идет, и она везде просачивается. И тем более, надо понимать, что нынешний режим, он действительно уничтожает сотни и тысячи компаний, которые, кажется, создавали свой бизнес годами и так далее, да, без всяких надежд. И поддержки государства практически, ну, она не доходит, не является достаточно ни в какой мере, чтобы выжили даже эти предприятия, не говоря о каком-то компенсации каких-то убытков и так далее. Тем более, там очень много сезонных товаров, все магазины одежды, обуви и так далее. Ну, как можно себе представить, что там, условно, половина оборотных средств этих компаний придет в негодность, потому что, ну, при нашей быстрой оборачиваемости и изменениях, ну, за какие цены они смогут это продать, не знаю, там, через год или следующую зиму, или еще потом. Да, вот тоже такой вопрос, конечно, мне лично вот по выходным эти два дня комендантский час не мешает, я никуда по ночам не хожу, но вот мне кажется, что и сам комендантский час был введен из серии, ну, надо же что-то делать, смысла в этом никакого, потому что, как мы знаем, вирус не только по ночам, выходные дни действует, да, и если даже кто-то вышел на улицу, я извиняюсь, может быть, в нетрезвом виде, вряд ли это каким-то образом будет способствовать распространению вируса на улице, он практически не передается, уже давно все доказано. Ну, да, то есть, в принципе, это тоже и такая, ну, на мой взгляд, государство слишком вмешивается в жизнь людей, не надо недооценивать. Рядом у нас Эстония, Литва, мы видим, что при обленных условиях люди надо четко и логично формулировать и давать условия, и тогда люди будут их соблюдать. И тогда с теми, которые не соблюдают, можно будет бороться, да и само общество будет к ним относиться и так далее. А если общество воспринимает эти регуляции как нелогичные, нереальные, невыполнимые, то, соответственно, мы получаем всякие эксцессы, которые долгосрочно разрушают. Не говоря уже о том, что вот именно это разрушение достаточно существенной части экономики, фактически большей части торговли на данный момент, а там и недвижимость, владельцы этих объектов, это будет иметь долгосрочные все-таки результаты. Вот если мы говорим о тех вариантах или тех программах помощи, которые предлагает правительство, один из них, в частности, грант на оборотные средства. Но мне не очень понятно, в чем смысл этих грантов, если дальше оборотов нет, все равно, если, условно, какие-то магазины, одежда закрыты, когда их откроют, пока непонятно. Ну, хорошо, получила эта компания оборотные средства как грант. Это, конечно, лучше, чем ничего. Ну, а дальше что? Оборота-то нет. Ну, да, там масса всяких бюрократических моментов касательно периода, когда в магазинах, например, там низкая сезонность, или люди уже не могли работать весной, или, там, скажем, не нашли эту программу до 15-го числа, и в результате уже никогда на нее претендовать не можете, и так далее, и так далее. То есть, ну, понятно, что есть много причин, по которым не досягает эти деньги необходимые предприниматели, или, ну, кажется, это не продумано, и, ну, соответственно, результат не выглядит очень, кажется, привлекательным на данный момент, и дальше будет усугубляться. Главное, что, наверное, есть и предложение, и все есть, но просто вот именно то, что государство не в состоянии определить, где же долгосрочные интересы ее экономики, и просто, ну, говорится, соглашается с неким лоббием, который там в состоянии остаивать свои интересы, как всегда, к сожалению, показывает определенное, говорится, государство непонимание и неспособность это сделать должным образом. Вот есть разные прогнозы экономистов, финансистов по поводу вот выхода из этой ситуации, ну, будем надеяться, что рано или поздно ограничение будет снято, и, может быть, вакцинация как-то поможет концу лета, как нам обещают, вот, побороть этот вирус. Насколько долгим, на ваш взгляд, может быть, восстановление экономики? Есть такой пессимистический взгляд, который говорит о том, что вряд ли это в этом году произойдет, а есть оптимистический взгляд, который говорит о том, что, в принципе, люди готовы тратить, употребление будет расти, дайте возможность, и экономика опять заработает, поскольку это не связано с какими-то, не знаю, вот как было кризис 2008 года, там, связаны там с акциями, с падением недвижимости и так далее. Ну, во-первых, конечно, это такое гадание, потому что мы все-таки не видим динамику и не можем предугадать динамику развития вот этой инфекции, да, и насколько удастся ее обуздать. Мы видим опять еще дополнительные проблемы, которые у нас с вакциной в Евросоюзе в целом, но и в Латвии конкретно, которые, где кто-то, не знаю, в Министерстве здравоохранения или где, но с такой широкой руки отказались от почти миллиона вакцин Pfizer, которые бы сейчас могли вакцинировать и помогали нам, как говорится, выходить из этой ситуации. А сейчас понятно, что только во втором квартале в лучшем случае начнется массовая какая-то вакцинация, пока болезнь продолжает путешествовать по всем социальным вот этим домам и домам престарелых. В основном через, как говорится, школы, госучреждения и вот эти структуры здравоохранения и Министерства социального обеспечения. Да, в основном это происходит. Но пока я думаю, что есть надежда, что когда все-таки начнется где-то летом, но теоретически надеясь на какую-то все-таки компоненту сезонности, хотя мы знаем, что вроде бы нет сезонности у этого вируса, но в то же самое время просто физически летом люди больше расходятся, сидят по своим дачам или уезжают еще куда-то меньше деловой активности обычно. И, соответственно, есть там повод для того, чтобы был какой-то некий спад. Больше солнца, мы знаем, что витамин D способствует вообще овощей и так далее, и так далее. И если вакцинация подоспевает, то мы можем надеяться, что к осени ситуация улучшится. Да, это правда то, что у людей растут накопления все время. То есть если у них нет возможности тратить, часть населения не потеряла в таком объеме свои докоды. Особенно те, которые получают более хорошие зарплаты. Средняя зарплата увеличивается за счет того, что увольняет в основном получателей относительно малых зарплат. И, соответственно, те, которые остаются меньше, безработица потихоньку растет, хотя пока было не очень активно. Хотя сейчас, наверное, нам приходится ожидать все-таки с этой ситуацией, которая у нас в торговле, что обязательно... Потом надо понимать, что из торговли это распространяется и в производство, и в другие сектора. Это же... Если магазины не могут рассчитываться, в том числе с местными производителями и с транспортными компаниями и так далее, и так далее, то обязательно эта волна покатится дальше. Но, в принципе, к осени театрически людей есть деньги, если они перестают бояться вируса, потому что большинство вакцинировано. Хотя технически понятно, что то, что необходимо вроде бы провакцинировать, имея в виду, что большая часть населения скептична по отношению к тому, что вообще хотят ли они вакцинироваться. И мы не знаем, распространяют ли болезнь те люди, которые получили вакцину и, возможно, перебаливают в этом случае более просто легко, но в то же самое время продолжают переносить вирус и распространять его. Если это так, то, конечно, режим с масками и некоторое удаление у нас будет продолжаться и в следующую осень и зиму. И не совсем понятно. Но один момент – это то, что растут цены. Мы сейчас видим, что из-за этой ситуации поднялись цены на продовольствие существенно. И сейчас по ряду причин можно прогнозировать, что и стоимость фактически всех хостоваров и много чего другого, потому что поднялись цены на металл, поднимаются на многие другие составляющие и материалы. Поднялись на контейнера существенно несколько раз и на все товары, которые приводятся в Европу из Азии и так далее. То есть будет инфляция, не инфляция, но понятно, что купить то же самое, что можно купить было сейчас, придется на цены процентов 15-20 выше. Надо же также понимать, что этот режим удаленки, скажем так, на данный момент, не позволяет людям приобрести вещи дешево, потому что с транспортом и с необходимостью доставлять, но люди не могут купить то, что они раньше могли купить за евро. Это они сейчас должны покупать за 6 евро, то же самое, в принципе, во многих случаях. Потому что если он пришел в магазин и взял одна себестоимость, если ему надо эту мелочь посылать, это совсем другая ситуация. Не говоря уже о том, что технически мы видим, эти доставки невозможно обеспечить. Если раньше в магазины приезжали тысячи и десятки тысяч машин, люди занимались самовывозом, то сейчас это все заместить некими газовыми машинами, которые это все будет происходить, их просто нет. Да и нигде их нет, невозможно их заказать и так далее. То есть это просто народ не получает эти товары, либо получает по очень высоким ценам, которые означают, что покупательная способность людей падает и возможность получать того, что они хотели бы. Так что я думаю, что, конечно, есть надежда. Все мы думаем, ну понятно, если в этот режим сейчас будет, что осенью станет лучше. И в этом случае, конечно, у нас будет фантастическая вторая половина года, она скомпенсирует первой. Но если сейчас экономика практически по большим частям, значительным секторам не работает месяц, два, три, четыре, я думаю, что мы можем вполне ожидать в таком плане. Если государство не понимает, не исправляет ситуацию этих нелогичных и несправедливых и конкурентно неправильных регуляций, то ситуация может продлиться до мая спокойно, на мой взгляд. А это уже скомпенсировать в конце года не удастся. Так что понятно, что плюс к этому добавляется. Кто сейчас захочет планировать приезд в Латвию, которая одна из наиболее худших стран по показателям в результате всех этих ошибок, которые были допущены, в первую очередь, и которые мы продолжаем допускать сейчас, скажем, соответственно, туризм, транспорт тоже не будет восстанавливаться. Так что, к сожалению, 21-й год начинает все-таки, ну пока, как говорится, не сулит и не дает такого большого оптимизма экономически. Путь в победе не виден пока. Пока не виден. Соответственно, надежда на 22-й, как всегда. Но будем смотреть, будем смотреть. Мы, конечно, оптимисты, предприниматели, всегда смотрим на светлую страну и тоже верим в свое государство, верим, что она соберется. Проблема, конечно, в том, что у нас очень неопытный парламент, да, то есть на предыдущих выборах были сменены две трети парламента, выбрана масса неопытных, некомпетентных людей. Они, конечно, попали, имея существенную роль в правительстве, да, хотя мы, конечно, имеем премьера, который, кажется, уроженец Соединенных Штатов и понимает экономику и бизнес очень хорошо. Но, тем не менее, вот, говорится, консенсус там и привести к каким-то общим началам и к таким, говорится, нормальности не удается, потому что просто люди неопытные, некомпетентные достаточно и не понимают, как бизнес и государство функционируют зачастую. Конечно, то есть мы, как общество, платим за эти ошибки. Но это и наша ошибка, как говорится. Раньше там меняли одну треть Сейма, сейчас поменяли две трети, и вот получился результат. Это, конечно... Это, кстати, очень хорошее замечание, потому что когда прошли выборы в Сейм, это два года тому назад, больше, в октябре 2018-го, многие радовались, говорили, ой, 60 депутатов из 100, новые, как это замечательно, как хорошо. Но вот такие эксперименты над госуправлением, наверное, особенно в парламентской республике, это не очень хорошо, как мы видим сейчас. Ну да, одна треть у нас была нормальна, и то, конечно, мы видим, к сожалению, что сейчас уже долгое время Латвия стала прибалтийским или балтийским пациентом, да, то есть сейчас уже и Литва нас обогнала по экономическому развитию, но что-то у нас явно не в порядке, говорится, в нашем королевстве, да. И, ну, конечно, те люди, которые пришли в политику, но если они поработают, там, в середине срока они уже более-менее начинают понимать, где они находятся, и что они делают, и вообще на что могут влиять, да. И потом, если кто выжил там, да, второй раз выбрался, там уже более эффективно начинают работать невозможно, неважно, откуда они произошли, просто, ну, но на данный момент просто мы попали в кризис, вот именно с таким составом и в процессе обучения. Ну, и, соответственно, видим, вот ситуация у нас на улице, да. Да, вот есть такой фонд стабилизации устойчивости Европейского Союза, но, видимо, там основные деньги можно ожидать только в следующем году, опять-таки, надежно, 22-й год, но вот есть такие наброски, с которыми ознакомили, я знаю, конфедерацию, работодатели профсоюза, видимо, и торгово-промышленную палату, вот как Министерство финансов предлагает распределить, это 1,6 миллиардов, которые вроде бы нам обещаны. Ну, я так посмотрел, подсчитал, бегло там хорошо, если в реальный сектор экономики, вот где деньги делают деньги, если так, можно сказать, хорошо, если из этого 1,6 миллиардов 600 миллионов наберется, да. Нет таких опасений, что эти деньги будут, ну, проедены, может быть, конечно, это неплохо, что нам гранты дают, да, но вот эффекта для экономики мы не увидим. Ну, да, в принципе, в основном те деньги, которые вот сейчас приходят, которые занимает государство и которые приходят в форме грантов, будет уходить в публичный сектор. Заказы, ну, конечно, строительство инфраструктуры, рейлболты, дороги для Риги, скажем, развитие то, что было упущено и не было проинвестировано исторически, там есть позитивные моменты. Ну, мы знаем, что всегда, конечно, инвестиции, которые происходят через государство, государственный сектор, они менее эффективны, чем в частном секторе. Есть, которые неизбежно надо делать всем нам сообща через государство, да, частный сектор, просто, ну, там, по-других причин. Но, ну, такого большого оптимизма нету, конечно, но это просто показывает ту политическую баланс, который есть, и, соответственно, ну, это, наверное, уже привело и приведет к дальнейшему перегреву стройиндустрии то или иным образом. И некоторые, как всегда, опять более приближенные к правительству, к большим заказам, наверное, заработают, продолжится какое-то, к сожалению, поскольку условия Европы вроде бы это, ну, такая экологичность и, как говорится, IT-составляющая этих инвестиций, то, наверное, будем еще развивать какие-то большие IT-проекты, хотя опыт у нас, как мы видим по Е-здоровью, не слишком у нас хороший, и тоже нет такого всеобщего видения и понимания, каким образом это сделать эффективно. Как-то мы упутаемся в ногах и все время смотрим опять на Эстонию, которые это вроде бы делают более элегантно. Ну, так, так что, да, абсолютно ясно, что из всех этих денег в реальный сектор компаниями бизнесом, тем более тем, которые сейчас терпят убытки из-за государственных несбалансированных нелогичных решений, эти деньги приходить не будут, соответственно, создание новых рабочих мест и, как говорится, умножитель экономики для ее роста, ну, он вряд ли пока вырисовывается таким эффективным на следующий период. Будем смотреть. Да, вот вчера был сюжет на КПС, и, Гр, это напрямую не связано с пандемией, но это просто говорит о том, что такое ощущение, что мы все время хотим быть святее Папы Римского. Я имею в виду вот это требование поправки, которое подготовило Министерство финансов в законы о подотвращении легализации средств, добытых преступных путем. Там есть такое требование безупречной репутации уже к бизнесменам вообще, к частному бизнесу, и даже есть фактически такая санкция, как отбор акций, ну, фактически отбор собственности, что, в принципе, для любой страны рыночная экономика – это священно. И вот я так понимаю, что депутаты все-таки после того, когда они прочитали и поняли, что такое безупречная репутация, как ее измерить, вот они сейчас вообще задумались, а могут ли они такое революционное решение принимать? Ну, я очень осторожно сношусь к расширению полномочий государства, и о том, что бюрократы, которые, возможно, бизнесом ни секунды в жизни не занимались, жили за счет предпринимателей, которые платят налоги, потому что все деньги в стране, я позволь себе напомнить, их организуют предприниматели. Предприниматели организуют бизнес, организуют, нанимают работников, фактически через этот процесс проплачивают все налоги, на налоги приходит государство, государство тратит еще раз на инвестиции, на госработников и тому подобное, но это уже, говорится, переработанные оригинальные налоговые деньги предпринимателей, тех, которые предпринимаются, дух предприимчивости помог создать, сорганизовать и так далее. И если госработники начинают принимать эти решения, особенно у нас, говорится, зачастую, конечно, в последние 30 лет много элементов карго-культа, только когда мы смотрим и занимаемся имитацией. И тут, опять-таки, одно дело, что это где-то как-то кто-то принимает решения, и что в этих решениях вчитывают, из них вычитывают, и каким образом, соответственно, делают какие выводы, и как это реализуют здесь на месте. И мы знаем, исторически тут есть, наверное, много возможностей для перекосов. И так, так что, ну, к сожалению, продолжаем по этому кругу, что мы недостаточно доверяем своему государству, и государство действительно, к сожалению, показывает, что оно зачастую это доверие не заслуживает. Ну, вот так мы, как говорится, ситуация улучшается, но не так быстро, как нам хотелось бы. Да, ну, просто вообще непонятно, как мы будем в перспективе зарабатывать, но мы видим, это, наверное, есть здесь и объективные причины, конечно, вот катастрофического падения грузооборота в портах и по железной дороге. Это, может быть, напрямую, даже не связано с ковидом, этот процесс уже шел-шел, и, наконец, вот к логическому завершению подошел. Банковский бизнес мы тоже больше на нерезидентов уже рассчитывать не можем, уже не первый год. Что дальше будет происходить? Но мы же должны как-то ведь действительно зарабатывать. Дух предприимчивости должен быть во всех сферах, не только, не знаю, потребления, продажи продуктов. Ну, следующее развитие, которое у нас есть на следующие поколения, это производить товары, услуги для, фактически, экспорта вне Латвии, в Евросоюз в первую очередь, и, возможно, не только в Евросоюз, и в другие, в первую очередь, западные страны. И, конечно, это очень нелегко и непросто. Мы видим, что эти компании есть, в основном, среди более молодых людей, потому что они все работают через интернет, все используют технологии, и все направлены на другие рынки. Но это требует знать эти рынки, понимать, знать их язык, знать их культуру, и, кажется, всегда продавать другим людям в других местах, с другими привычками, истории и всем остальным. Это нелегко, но это единственный путь развития, который у нас есть. Потому что, ну, тем или другим образом, действительно, рассчитывать на этот исторический транзит у нас не приходится. За последние 30 лет, ну, в первую очередь, руками господина Лэмбергса сознательно была проведена политика развития всего этого транспортного и транзитного бизнеса, что привело к результату, мне кажется. Потому что понятно, что Россия сама попытается контролировать свои эти транспортные каналы, и мы не смогли это обустроить таким образом, чтобы, как говорится, удержать части или развить его дальше на другие товары. Мы видим, что Литва фактически перехватила инициативу, создала для себя нишу в этом новом транзите уже китайских и более, как говорится, промышленных товарах и так далее, и так далее, большие базы. Даже Эстония нашла там какие-то свои решения. Но Латвия опять как-то, как говорится, не развилась, не вложилась. Ну, что значит Латвия? Не Латвия. Это те предприниматели, которые захватили порты и всю эту инструктуру, сконтролировали и выгробали оттуда деньги, не вкладывали в развитие и не понимали, куда это все идет, что, конечно, отношения Евросоюза с Россией и Латвии с Россией, что там надо находить какие-то умные решения. А в то же самое время понятно, что для этого бизнеса, который на Запад, потому что на Восток, соответственно, ситуация заниматься с бизнесом с Россией, и, к сожалению, на протяжении последних 30 лет мы увидели, что это все-таки не может являться каким-то серьезным инструментом развития латвийской экономики. Только работать на развитый и состоятельный, богатый мир, в принципе. Если мы продадим свои услуги и товары туда, то Россия их и так купит, потому что она все равно, то, что ей необходимо, и самое лучшее она купит. И, соответственно, у нас все взоры на Запад, но это нелегко, потому что заниматься бизнесом и что-то делать здесь на месте, ну, интересные вещи и те, которые надо было, вопросы, которые решать, они их за 30 лет порешали. И конкуренция тут очень высокая, и, кажется, вклиниться и какую-то свою нишу тут на месте создать для местного потребления и сконкурировать, это крайне нелегко. А придумать бизнес тоже на Запад, тоже крайне нелегко. И вопрос, сколько у нас этих молодых людей, какие у них здания, и в первую очередь, конечно, ну, опять проблемы с образованием, то, что мало людей с инженерным складом ума и навыками и образованием, которое необходимо, чтобы создавать эти продукты и услуги для вот этого мира. Ну, к сожалению, не в таком объеме, как мы хотели бы. И в то же самое время, ну, режим наш, то, что позволяло бы людям приезжать сюда и жить здесь, и работать здесь, чтобы помогать вот эту экономику развивать, тоже у нас не очень такой доброжелательный. Так что, ну, да, работаем, растем, но не так быстро и не так хорошо. И самое главное, что мы очень можем это хорошо видеть по сравнению с Эстонией и Литвой. Ну, наверное, и такое отставание у нас, наверное, от Литвы и Эстонии, как на данный момент, у нас не было на протяжении 80-100 лет, как минимум, а, возможно, и больше. Так что, я думаю, рано или поздно, конечно, все-таки мы найдем. И Камера в этом смысле, ну, пытается как-то организовать предпринимателей и диалог с обществом и разработать то, чтобы наша цель, в принципе, что в течение, скажем, в первую очередь 10 лет попытаться приблизиться по покупательной способности доходов населения, жителей, к лучшим показателям первой десятки, скажем, там, европейских стран. И это, конечно, крайне нелегкая задача, которая требует большого роста. И этот рост должен откуда приходить. Соответственно, нужны инвестиции. И, ну, нужны инвестиции. Государство нас не спасет. Государство... Вообще надо понимать, что вот есть такое, вот эти, так называемые fire industries, да, finance, финансы, страхование и недвижимость. Они работают на внутренний рынок, и у них одна задача – быть дешевыми, и чтобы они были. Чтобы были офисы по хорошей цене, недвижимость, было финансирование, было страхование и так далее. А сейчас, особенно после прекращения нерезидентского банкинга, финансы у нас работают только на внутренний рынок. Это только, ну, как говорится, внутренние такие расходы. А зарабатывает экономика, которая экспортирует товары или услуги, предоставляет фактически тем более состоятельным нациям и людям, и предпринимателям. То есть мы можем только наше благосостояние, мы можем только импортировать, экспортируя вот эти продукты и услуги для других. Как их создавать – вот это сейчас наша задача. И на как мы хорошо к этому подготовлены и приспособлены, да, и какое у нас понимание. Или мы занимаемся тут какой-то борьбой внутри, как всегда, друг с другом, вместо того, чтобы думать, как всем вместе что-то дороже продать и лучше создать. Тогда мы на этом и теряем. Вот такой последний вопрос. Вот вы упомянули камеру или торгово-промышленную палату. Насколько вообще, ну, правительство прислушивается к тем, кто действительно сфинансирует государство за счет вот своей предпринимательской деятельности? Прислушивается вообще вот? Ну, я думаю, что опыт камеры, в принципе, позитивный. Ну, с этим правительством, с нынешним созывом Сейма ситуация и в связи с кризисом, да, тяжело стало где-то встречаться и пересечаться. То есть все общение только вот таким образом через Zoom и через другие вот средства информации все-таки не способствует какому-то, наверное, развитию. И частота встреч, а также, ну, то, что правительство озабочено вот этой ситуацией все время находится в таком кризисном режиме, не очень способствует и, скажем, вот именно с нынешним правительством. Хотя, по-моему, желание и взаимосвязь, она, конечно, есть. Нет такого, чтобы не было бы коммуникации и тому подобное. Другой вопрос, что вот есть различие мнения. А предприниматели предлагают, скажем, решения логичные и которые обоснованы в том, как люди живут и работают, чтобы у них была заинтересованность, чтобы они были заинтересованы, например, соблюдать там все эти ограничения и дистанции и все остальное, а в то же самое время, чтобы экономика функционировала и не было даже срочных отрицательных эффектов. делим, вот это срегулируем и все будет хорошо. Но это ерунда, мы через это проходили, это не получится. Но, как всегда, к сожалению, грабли, они там есть и люди, которые, по тем и другим причинам, выбирают на них наступать, приводят к тому же результату, рано или поздно. Это правда. Будем надеяться, что все-таки мы научимся как-то на одни и те же грабли наступать. Герцун Ганис у нас был на прямом эфире посредством Зума. Большое спасибо. Всего хорошего. Мы знаем, вы слушаете.